Уважаемые друзья, я хочу остановиться на таком аспекте, как моральные качества советника. Советника президента страны, советника премьер-министра. И приведу два примерчика, где покажу, что профессиональные качества, будь они гиперразвитые, гиперинтеллигентные или наоборот, абсолютно не выдерживающие никакой критики, могут привести начальника, которому эти советники советуют, в тюрьму. Простой пример. Влад Филат, недавнем прошлом, премьер страны. Когда Филат впервые зашел в свой кабинет со стороны Пушкина, да, вход со стороны Пушкина, сказал такую вещь, эпохальную вещь. Он сказал, нам не нужны умные, нам нужны преданные, пусть даже и дураки. Это было сказано Филатом. Вторая фраза была связана с зарабатыванием денег, что пришло время, время там чего-то зарабатывать. У Филата были советники с минусовым уровнем подготовки, профессиональным. В результате чего Филат успешно сидит в тюрьме и, скорее всего, будет долго сидеть, потому что после того, как ему огласят срок по первому делу, будет второй, третий и так далее. Второй примерчик абсолютно бестолковых советников, советники, которые были у премьера Лянко, который так и не понял, что он был всего лишь премьером. И вот этот уважаемый Лянко имел в качестве советников ребятишек, которые только закончили, неизвестно как закончили, плохо, хорошо, университет, с нулевым жизненным опытом и с наглостью смотреть на все, всех и все окружающее свысока. Это тот случай, когда консильер Лянко, дамочка молодая, показала протестующим неприличный знак средним пальцем. Представляете себе, публично перед камерами, это какой уровень деградации должен быть. А теперь, у меня остается мало времени, о очень хорошо подготовленном советнике. Некто под Урару, советник Тимофти, спрятал документы, доклад расследования СИБА, в котором были приведены доказательства, расклады, участие европейских послов вместе с нашими руководителями в воровстве европейских денег. И не созвал высший совет безопасности. Чувствуете, не под Урару потом сядет за это должностное преступление, за это должностное преступление сядет Тимофти. И чтобы оно не завершилось, не ушло, как вот этот песок ушел из одной колбы в другую, пришлось совершить некоторые достаточно нестандартные действия, чтобы продолжение этого расследования проводили европейские ОЛАФ, и чтобы ОЛАФ, даже по ДУРАРу, не в состоянии заткнуть рот ОЛАФу. Значит, в мое время истекло, все-таки моральные качества должны быть на первом уровне, а дальше профессиональные опыты и так далее. Спасибо.